На прошедшем недавно саммите стран НАТО прозвучало несколько очень важных программных заявлений. И надо заметить, что некоторые из них прозвучали крайне тревожно для России. Стало очевидным, что администрация президента Джо Байдена сделала ставку на обострение отношений с Кремлем и поджигание конфликтов вдоль нашей государственной границы. На самом деле, все выглядит достаточно серьезно. Давайте разберем ключевые послания Байдена Путину. Во-первых, сонный Джо дал понять, что ему нет никакого дела до красных черт, которые чертит перед ним на земле коллега Путин. Напомним, что некоторое время назад Владимир Владимирович задавался в ходе интервью риторическим вопросом, будет ли красной чертой для России вступление Украины в НАТО, в результате чего подлетное время американских ракет от Харькова до Москвы составит всего 7-10 минут. Все предыдущие 7 лет отечественная пропаганда упирала на миф о том, что страна, имеющая неулаженный территориальный конфликт, не может вступить в Североатлантический Альянс. На самом деле, это не совсем так. Вернее, совсем не так. Жестких и фиксированных критериев в вопросе о приглашении нового члена в Альянс не установлено. При этом множество стран НАТО имеют между собой неразрешенные территориальные претензии. Например, Турция и Греция, США и Канада спорят из-за нескольких пограничных островков. Хорватия и Словения так и не могут окончательно определиться с морской границей. Аргентина не признает фолкленды британскими. И так далее вопрос с Украиной, имеющей сразу две огромные проблемы в виде российского Крыма и непризнанных ДНР и ЛНР, кажется намного серьезнее. Однако президент Дональд Трамп на саммите НАТО лично заявил, что Донбасс не будет препятствием для вступления незалежной в Североатлантический Альянс. Единственным препятствием остается проблема коррупции, но это понятие очень растяжимое. Семейству Байденов точно виднее. Отметим, что в НАТО потребовали от Москвы произвести деоккупацию Крыма, поскольку в Альянсе решительно осуждают и не признают незаконную аннексию Крыма России и осуждают его временную оккупацию. Нарушение прав человека и нарушение прав крымских татар и членов других местных общин должны быть прекращены. Интересно, о каких таких нарушениях прав человека и крымско-татарской общины, в частности, вообще идет речь? Хотелось бы какой-то конкретики, чтобы и ответить можно было по существу. В сухом остатке получается, что США готовы упростить для Украины и Грузии процесс вступления в Североатлантический альянс, что можно считать большим геополитическим поражением Кремля. Во-вторых, одним лишь удушением России путем создания очагов напряженности вдоль ее границ, Вашингтон явно не готов ограничиваться. Судя по итогам саммита НАТО, США будут превращать в зону перманентного конфликта весь Черноморско-Азовский бассейн. «Мы призываем Россию отказаться от наращивания военной мощи и перестать ограничивать судоходство в частях Черного моря. Мы также призываем Россию прекратить препятствовать доступу Казовскому морю и украинским портам». Довольно лицемерное заявление. Минобороны РФ вынуждены увеличивать свою военную мощь только в ответ на усиление ее со стороны США и их союзников по Североатлантическому альянсу. «Ну прекратите первыми, тогда и мы подтянемся». Что до препятствования доступу, то украинские суда и так могут проходить через Керченский пролив, если будут соблюдать требования пограничной службы ФСБ. Если не готовы, и они хотят прорываться силой, игнорируя новую геополитическую реальность, то тогда им придется иметь дело с уголовно-правовыми последствиями по УК РФ. Скажем прямо, москитная флотилия в МСУ особой опасности для нашего Черноморского флота не представляет. Совсем иной расклад будет, если ВМС США вместе с союзниками по НАТО возьмутся проводить очередную операцию «Свобода судоходства». Несмотря на возросшую мощь китайского военно-морского флота, американские боевые корабли постоянно шастают в Южно-Китайском море мимо Тайвани, который Пекин считает своим. Не обошла эта проблема стороной России. В прошлом году эсминец ВМС США Джон Маккейн был незваным гостем в нашем заливе Петра Великого в Японском море. Командование 7-го флота впоследствии разъяснило, что не считает эти воды внутренними российскими. Эта операция по свободе судоходства, ФАНОП, защищает права, свободы и законное использование моря, признанные в международном праве, оспаривая чрезмерные морские претензии России. Вот так, это залив Петра Великого. А что говорить про Азовское море, которое после воссоединения с Крымом, стало фактически нашим внутренним, но ни Вашингтон, ни Киев этого не признают. Получается огромное пространство для совершения всевозможных антироссийских провокаций, вроде Керченского прорыва-2. Сами американцы в пролив точно не полезут, пустив вперед украинских туземцев. В это время они будут подпирать их тыло, направив в Черное море эсминцы, Ура, фрегаты и другие боевые корабли. Однако на этот раз в МСУ явно будут подготовлены лучше, а украинские моряки иметь четкий однозначный приказ открыть огонь на поражение при попытке их остановить, рассчитывая на прикрытие со стороны флота НАТО. Ничем хорошим подобный Керченский прорыв-2 на этот раз точно не закончится. Если США хотят пролить крови, она прольется.